всем доброго времени суток по просьбе подписчиков сегодня я расскажу и покажу как я делаю ловушки для ястреба вот это для голубеводов и для тех кто занимается соколиной охотой ловушки идут разного типа вот эта ловушка она идет для голубей как видите ловушка составляет из двух отделений идет первое отделение и там где находится голубь и еще сверху идет второе как бы отделение чтобы ястреб не смог когтями поранить приманку это как бы она идет до всего вот такое она лучше всего делается чтобы палец мой да и сверху можно использовать чуть побольше вот тут уже мой палец вылезает получается два деления вот эту большую ловушку можно использовать как для мышки так и для голубя вот для воробьев для всего петли на ловушке обязательно должны все стоять если они лежат в таком виде никто не поймается они обязательно должны все стоять вот как вот на этой ловушке и чем больше петлей тем лучше петли друг от друга они находятся на примерно два пальца расстояния в эту сторону и в эту сторону если вы не голубевод занимаетесь соколиной охотой и то можно использовать вот такую плоскую плоскую ловушку она буквально вышиной у меня четыре пальца это это примерно 12 сантиметров длина длина составляет всем целом где-то 40 сантиметров и ширина где-то также также идет два помещения 1 идет сеточка где мышка бегает и 2 чтоб ее защитить чтобы потому что эта сетка мягкая вот эта маленькая или даже можно сделать две сетки маленькие как я сделал здесь входная дверь у этого ушки сзади находится мышку ставишь землю землю вот здесь это ловушка создана если едете на машине увидели на столбе ястреба можно выкинуть из окна тут она бы вибрирует немножко до земли не достает вот эта арматура железная и вот эти две она составляет чажесть а другие ловушки как эти маленькие к ним надо обязательно привязывать но смотря кого вы ловите если крупная птица то конечно она улетит вместе с ловушкой если птица немножко покрупнее то я привязываю вот такую веревочку и суда еще цепляю ну пару болтов или еще что-то корчу найду потяжелее и здесь у меня иди как видите идет одинарная если это я ловушку кидаю я обязательно за ней должен смотреть без присмотра ну и по-любому без без присмотра ни одну ловушку нельзя оставлять вот сюда тут немножко внизу подогнута чтоб она входила хорошо и потом вот этими крючками натягивается цепляется за это же случайно не открылось потому что когда ястреб на ловушку попадется он тут станцует польку ловушку перевернет потащит и если дно это или бог не хорошо не закрытой откроется мышка выбежит тогда ястреб останется по-любому я люблю использовать вот такую леску вот это ловушка покупная она очень хорошо сделано она мне нравится кроме петли на ней петли петли на не 25 паунтов и они краснохвостого конюка который весит около 1000 граммов 700 1000 граммов 1200 эти петли ломаются эти петли на 25 паунтов это где-то это где-то 10 килограмм на 10 килограмм леска она не пойдет так что надо смотреть на какую птицу 10 10 килограмм леска не пойдет на 1000 грамм 1200 грамм хищную птицу надо больше я здесь ставлю 30 паунтов это 14 14 15 килограммов леска она лучше и вот эта леска на 14 15 килограммов она маленькой птички до конюка спокойно ловит всех диаметр петлей 3 венча на сантиметра это примерно 7 8 сантиметров каждая петля короче говоря 14 15 килограмм леска это универсальная маленькой пустельги сокола до до конюка краснохвостого ну в россии там тетеревятник перепелятник там еще сколько утра такой разозветной летает до типа щегол или пустельга это все вот эта летка вот эти все размеры все пойдет нас начинает пустельги заканчивая тетерей 15 килограмм леска у нас эту леску продают но здесь 29 25 паунтов и и покупала мне не нравится я делаю свою леску мои мои петли и лучше работают я их завязываю по-другому чем эти эти завязываются как-то на два узла у меня они идут тоже на два узла но немножко по-другому вот такой стиль так насчет петли я запрыгнул вперед немножко расскажу про приманку приманка должна быть очень подвижная она нам там постой в клетке должна двигаться если можно конечно использовать мышку крысу они любят прятаться в угол тем более на солнце лучше не ставить ловушку потому что мыши будут сухие буквально через час да и любую приманку на солнце ставить нежелательно голубя можно на пару часов оставить но не больше желательно голубя через пару часов другого поставить поменять замену сделать вторую третью смену ну и к ловушке конечно часто не подходить ее надо ставить так чтобы и было ее видно издалека потому что ястреб сидит где-то в лесу и все он да очень наблюдательный он все время наблюдает так что лучше всего это тушканчик который всегда двигается белка перепелка она всегда тоже сидит ну голубь который всегда ходит туда-сюда активный и воробьи лучше очень хорошо воробьи работает вот эту клетка ловушка я тоже ее купил очень хорошо работает ловен воробьев и других так но в кратности я объясню как она все работает здесь насыпаем семечек сюда тут вот воробей заходит он прыгает к тарелке и падает в это помещение внизу здесь идет комнатка вот эта квадратная и тут окошко назад он когда он падает выходит тут вот это поднимается назад он из это помещение прыгает большое главное отделение ну и здесь для него тоже корм стоит и потом здесь сзади еще одна на пружинке легко открывается и достается за раз попадаются по три четыре пять штучек что очень хорошо потом использовать вот в этих ловушках они очень хорошо прыгают туда-сюда двигаются и она них очень хорошо реагирует ястреб сокол ну я конечно не говорю про сокола сапсана сапсан на эту ловушку в крайнем случае пойдет когда на улице лежит снег и он очень-очень-очень голодный собственно сапсана ведь совсем другая ловушка и это надо ловить его на открытом поле и там совсем по-другому идет все 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 с по-другому так что сапсан на эти не работает он даже на них смотреть не будет если он не голодный так но сейчас я расскажу немножко про петли петли я нарезаю когда я смотрю телевизор обычно сначала я беру леску моток лески и отматываю и примерно 40 сантиметров обрезаю я и так нарезаю что 50 100 сразу чтобы в запасе были как вот здесь вот мешочки лежат петля сама я делаю чтоб она была но здесь она реально регулируется можно петлю и вот это самая идеальная петля которой я ставлю на ловушке это примерно 77 сантиметров и все это три инча три инча или 7 сантиметров вот так вот сюда где-то три пальца влезает больше не стоит иногда иногда даже меньше если ловите пустельку пустелька любит клювом убивать свою жертву иногда в голова попадается и он может задушиться на пустельку еще меньше например это в два раза меньше для большого 5 для тетеревятника как раз 7 сантиметров пойдет и 14 килограмм 14 15 грамм леска после того как мы нарезаем кусочки мы начинаем их вязать получается вот таким 22 узла это получается я завязываю один узел потом спускаюсь ниже связываю еще второй узел потом этого лишь не обрезается потом этот конец я привязываю к ловушке так ну вот берем веревку я на веревке покажу завязываем первый узел вокруг натягиваем одной рукой правда неудобно так получается первая петля потом сразу же завязываем вторую так вот вокруг этой и потом лишнее обрезаем оставляем примерно вот столько чтоб она не отвязалась и она спокойно когда ястреб ловится спокойно затягивает и не отпускает и очень хорошо потом распутать ястреба просто так вот оттянули и она вышла назад и эту петлю можно использовать много-много раз когда завязываем петли вот это самое главное когда мы завязываем петли на ловушку мы каждую каждый узел который вы затягиваете вы должны взять вот этот верх и потянуть чтобы она была в стоящем состоянии потом обмотали еще раз в узел завязали еще раз потянули посмотрели если она стоит я думаю минимум 3 3 4 3 до можно даже и 7 узлов как только вы видите что у вас это стоит у кого как получится у меня он получается буквально с трех узлов три узла так вот смотрится ну и не забывайте петли это самое важное если петли не стоят то вы ничего не поймаете ястреб просто придет потопчется потопчется и улетит надо обязательно чтоб петли все стояли все до одной это очень важно ну и кому понравился ролик не забываем подписываться ставить лайк спасибо за просмотр